Сегодня отмечается Международный день коренных народов мира. В Югре проживает около 30 тысяч представителей ханты, манси и ненцев. Половина из них ведет традиционный образ жизни. Занимается оленеводством, охотой и рыбалкой. А в последние годы многие начали осваивать туризм, привлекая к себе на стойбище гостей нашего региона. Они демонстрируют свой быт, обряды, кухню и наряды. В разных муниципалитетах в течение года проходят традиционные праздники. Международные гонки на обласах, День оленевода, рыбака и охотника, а также Вороний день. Добавлю, что поддержка представителей коренных малочисленных народов Севера является одной из приоритетных задач в Югре. Югра в последние годы стала таким центром культурных инициатив, центром сохранения культурного наследия, развития традиционных промыслов, ремесел, культуры коренных малочисленных народов Севера. Для нас это действительно особая миссия нашего региона. На протяжении последних лет мы выполняем роль такого интегратора повестки сохранения культурной самобытности коренных малочисленных народов Севера в Российской Федерации. Эта культура построена на самых, что ни на есть, ценностях устойчивого развития, гармоничного развития, сосуществования с природой и сохранения тех традиций, которые дают вам возможность жить и развиваться. Югорские волонтеры представят 21 проект в финале международной премии «Мы вместе». Всего за звание самых социально значимых инициатив в 2023 году будут бороться около 400 участников из разных уголков России и других государств. Очная защита пройдет в Саранске в конце недели, а пока полуфиналистов со всего округа собрали в Сургуте. Перед путешествием в столицу Мордовии они проходят двухдневную подготовку. Приглашенные эксперты, среди которых московская телеведущая и мастера разработки социальных проектов, дадут им знание и мотивацию. Поддержать югорчан в Сургут приехал Павел Бережанский, чей проект растережировали в 17 регионах России. Среди самых достойных ЮГРУ в этом году на конкурсе представят Центр помощи и поддержки семьи Фавор из Ханты-Мансиска. Его участники помогают женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Гуманитарный добровольческий корпус номинирован на премию с проектом обучения навыкам до врачебной помощи военнослужащих в зоне СВО. Стоит отметить, что все жители округа могут повлиять на результаты конкурса. После очной защиты и дистанционной, которая пройдет в сентябре, будет еще народное голосование в интернете. Проект возник где-то, наверное, в конце прошлого года, когда выяснилось, что действительно очень многие солдаты просто не знакомы с этими навыками оказания первой медицинской помощи для себя. То есть до врачебной, до того, как они попадут. То есть и решили, что действительно это очень важно. Обучили обучение инструкторов. На сегодняшний день у нас есть 9 обученных инструкторов. Солдат, наверное, обучили где-то больше 2,5 тысяч. Частично проект реализован. Было 2 волны выезда. Это, получается, январь-февраль и март-апрель. Мой проект заключался в том, что в самом начале ковида, наверное, со второго дня я создал горячую линию для пациентов. Я работаю детским врачом, работаю заведующим самой крупной скоропомощной больницы, пульмоотделения. И понял, что огромное количество врачей, во-первых, ушли на домашнюю изоляцию, во-вторых, скорые катались по несколько дней. Участковых врачей не хватало. И я просто купил несколько телефонов, купил несколько символов, сделал несколько постов в социальных сетях, что всегда пишите, звоните, и в любой момент смогу помочь, подсказать по здоровью детей. Молодые дарования Югры отправятся покорять Международный детский культурный форум. Он пройдет в Москве с 10 по 12 августа. Предстоящие события обсудили на пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге. К трансляции подключилась Елена Шумакова. Заместитель губернатора Югры коснулась темы совместных культурных проектов с северной столицей, таких как фотопроект «Сердце Югры» и Международный фестиваль народов Севера «Душа России». А также рассказала о том, кто будет представлять наш регион на детском культурном форуме. Он соберет более 2000 участников со всей страны и ближнего зарубежья. В их числе шестеро югорчан. Из Сургута, Нижневартовска, Югорска и Ханты-Мансиска. Они будут участвовать в трех направлениях – хореографическое и музыкальное искусство, а также кино и анимация. Организаторы подготовили для детей мастер-классы, арт-школы, лекции от известных артистов. Также они смогут пообщаться с министром культуры России. Безусловно, такие проекты, как детский культурный форум, они расширяют возможности для культурного диалога. И мы видим на практике проведение наших крупных культурных событий, таких как Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», что на сегодняшний день мир говорит языком культуры. Это, по сути дела, те гуманитарные мосты, которые позволяют нам сохранять, поддерживать, выстраивать отношения и в экономике, и во всех других сферах. Югру и Дубай свяжут прямые рейсы. Уже этой осенью самолеты авиакомпании «ЮТЕЙР» полетят из Сургута в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, перевозчик заявил, что намерен увеличить частоту перелетов по направлениям, которые оказались востребованными у югорчан. Напомню, в этом году «ЮТЕЙР» открыл 17 новых внутренних и межрегиональных рейсов. Теперь на самолете можно добраться из Березова в Нягань и обратно. Также из Нягани можно улететь в Нижневартовск и Хантамансийск. Из окружной столицы теперь доступны перелеты в Горноалтайск, Минеральные воды, Сочи и Челябинск. Из Нижневартовска югорчане могут отправиться в Москву, Самару, Сочи, Минеральные воды и Екатеринбург, Айска-Голыма, Пермь. Югорчанин стал чемпионом вторых игр стран СНГ по греко-римской борьбе. Соревнования прошли в Республике Беларусь. Сургутянин Рахман Тавмурзаев выступил в составе сборной России и завоевал золото весовой категории до 63 килограммов. Отмечу, что в состязаниях приняли участие спортсмены из девяти государств. Россия, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссия, Кыргызстана, Армения, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана. Сборная команда нашей страны по итогам турнира завоевала первое общекомандное место. В детскую школу искусств поселка Андра Октябрьского района поступило новое оборудование. Обновление материально-технической базы учреждения стало возможным благодаря региональному проекту «Культурная среда» как части нацпроекта «Культура». На нужды школы выделили чуть более трех миллионов рублей. На эти средства закупили музыкальные инструменты, интерактивные учебные пособия, стеллажи для хранения и сушки рисунков, хоровые станки, систему галерейной подвески со встроенным освещением и многое другое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 водителей попали с госавтоинспектором в нетрезвом виде. 106 выехали на полосу встречного движения, еще 57 нарушили правила перевозки детей. Нефтьюганец лишился имущества за страсть к употреблению спиртного за рулем. Первый инцидент с гражданином произошел в декабре 2020 года. Тогда госавтоинспекторы остановили его иномарку для проверки документов. Оказалось, что водитель был явно нетрезв. От медицинского освидетельствования отказался. Нефтьюганца оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили права управлять автомобилем. В январе 2023 мужчина вновь сел за руль нетрезвым. Когда его остановили сотрудники ДПС, признаки были налицо. Запах алкоголя – несвязная речь. Было возбуждено уголовное дело. По решению суда гражданину назначено 80 часов обязательных работ. Лишение права управления транспортом на два года. Кроме того, у нефтьюганца изъяли вещественное доказательство. Преступление – автомобиль. Транспорт обращен в собственность государства. Школы и детские сады Нягани готовят к началу нового учебного года. В образовательных организациях начались проверки. Комиссия оценивает степень готовности зданий, антитеррористическую и пожарную безопасность, а также соответствие нормам СанПИНА. К примеру, проверку проходит школа номер один, которую скоро ожидает капитальный ремонт. Здесь обновят первый корпус. Уже сделали замеры и изучили состояние фундамента здания. На время ремонта учеников переведут во второй корпус. А в школе номер три обновление уже завершено. Здесь переоборудовали пищеблок и подготовили классы кванториума. Они начнут работу с сентября. Всего на подготовку школ и детских садов из бюджета Нягани выделили около 30 миллионов рублей. Финансирование направлено в основном на устранение предписаний от Роспотребнадзора, создание безбарьерной среды для людей с ОВЗ и подготовку к отопительному сезону. Недочет, конечно, есть. И хорошо, что мы в преддверии учебного сезона даем временной люфт в течение месяца, чтобы у руководителей, у заместителей директоров по хозяйственной части, отвечающих за этот блок, была возможность устранить все эти недочеты. Мы еще в конце августа приедем и посмотрим именно на то, как обратили внимание на устранение этих замечаний руководителям. В Урае на каруселях катали мешки с песком. Из расчета 35 килограммов нагрузки на одно сидение. Так специалисты проверяют техническое состояние аттракционов, имитируют полную загрузку, например, колокольчик от детьми, включают и смотрят на работу механизма. Не должно быть ни вибрации, ни лишних шумов. Далее визуально-измерительный контроль. Соединения проверяют штангенциркулем, толщину стенок металлоконструкций с помощью ультразвукового дефектоскопа. Все замеры делают тщательно. Ведь от исправности каруселей зависит безопасность всех главных пользователей – детей. Всего специалисты проверили 13 конструкций. Замечаний для большинства каруселей нет. А вот вихер больше работать не будет. У него истек срок эксплуатации. Всегда проводится первый запуск без посетителей. Оператор смотрит изначально визуально, чтобы все электрооборудование было в норме, чтобы не было ничего лишнего. Смотрит визуально на аттракцион. После этого делает пробный запуск. Смотрит, как работают все механизмы у аттракциона. И после этого расписывается в журнале о том, что аттракцион может эксплуатироваться.